Перед началом скажу несколько слов. Я представлюсь, меня зовут Исаков Роман, и передам уже далее слово моей коллеге Кире, и она вам расскажет уже более подробно по торговой системе, по облаку Ишимоку. Отлично, я вижу, что плюсики пошли, звук есть, поэтому будем начинать наш сегодняшний вебинар. Как всегда, перед началом небольшое предупреждение о рисках, всегда важно помнить о том, что торговля на финансовых рынках сопряжена с вами, и не стоит переходить к работе на реальном счету до тех пор, пока вы не ознакомитесь со всеми рисками. Также вся информация, которая дается в рамках данного вебинара, дается только в целях вашего ознакомления, только в целях вашего обучения и не является прямой рекомендацией к действию. Данный вебинар проходит на площадке компании Admiral Markets. Admiral Markets является Forex и CFD брокером, и как раз несколько слов я бы хотел сказать о компании. Первый из важных моментов, как раз мы о нем уже поговорили, это момент, связанный с рисками. Один из рисков, которые возникают у трейдера, это выбор надежного партнера, которым для вас может стать компания Admiral Markets. Так как компания Admiral Markets имеет лицензию FCA, это регулятор Великобритании, который является, наверное, одним из наиболее жестких в Европе и в целом в мире. Важный момент, то что ваши средства защищены на сумму до 50 тысяч фунтов стерлингов, на тот случай, если компания в какой-то момент не сможет отвечать по своим обязательствам. И вы можете быть уверены, что из специального фонда на сайте регулятора, об этом также можно почитать информацию, будет выплачена сумма до 50 тысяч фунтов стерлингов. Помимо этого, компания Admiral Markets вкладывает усилия в развитие торговой платформы MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Наверное, был выпущен плагин Supreme Edition, о нем мы тоже будем говорить обязательно в следующих наших вебинарах, о том, как его эффективно использовать в вашей торговле. А также настройки защиты от волатильности, это тот инструмент, который позволяет уже минимизировать риск проскальзывания, к примеру, исполнения сделки по той цене, которая вам не интересна, особенно если вы работаете на новостях. У нас впереди, через несколько недель, будет вебинар, как раз посвященный торговле на новостях, и мы там более подробно расскажем об этом инструменте. Ну и, коллеги, несколько слов. Хотел сказать о том, что для всех участников данного вебинара, так как у нас этот вебинар является образовательным, мы решили ввести новый тип счета. Тип счета называется учебный счет, который все участники данного вебинара могут получить в свое пользование. В чем заключается его особенность? Особенность учебного счета заключается в том, что вы, не рискуя собственными средствами, пробуете работать на реальном рынке, и прибыль, которая будет получена в ходе вашей работы на этом счету до 200 евро, будет переведена на ваш реальный счет. То есть, фактически, это возможность, во-первых, попробовать условия компании Admiral Markets, и если вы только начинаете ваш путь трейдера, попробовать работу уже не рискуя своими собственными деньгами. Данный тип счета предоставляется только для новых клиентов компании Admiral Markets, то есть, если у вас еще не было счетов с Admiral Markets, вот что для этого требуется сделать. Во-первых, нужно будет прислать запрос на почту, я ее сейчас напишу в чат, чтобы вы смогли сохранить и себе записать с комментарием Ишимоку, что вы пришли с вебинара именно на Ишимоку, на котором как раз я и рассказывал о данном учебном счете, открыть торговый счет компании Admiral Markets, обычный торговый счет, и пополнить его на сумму от 200 евро. Торговать на этом счету не требуется сразу, вы начинаете работать после получения учебного счета уже именно на учебном счету, и по окончанию действия этого счета, вам дается 15 дней, на то, чтобы вы могли с ним работать, вы уже полученную прибыль до 200 евро сможете перевести на ваш реальный счет и продолжить уже с более комфортной суммой работать. Поэтому все вопросы по данному счету присылайте на почту sapr.ru.sobaka.admiralmarkets.com, а давайте сейчас я сразу же напишу, чтобы у вас была возможность написать, добавить ее в закладки и уже принять участие в получении данного счета. Количество счетов, оно также является ограниченным, поэтому если для вас это предложение интересно, то не откладывайте, пишите, мы обязательно расскажем более подробно, как получить данный счет. Ну и коллеги, впереди у нас выходные, впереди у нас праздники, прошу прощения, Новый год, Рождество, поэтому для, в том числе для действующих клиентов компании Admiral Markets, мы проводим предновогоднюю предрождественскую акцию, в которой вы можете получать возврат спреда на определенный период. Период зависит от размера пополнения вашего счета, то есть если вы пополняете счет от 200 до 1500 евро, то практически вы 10 дней торгуете без спреда по трем выбранным, по трем наиболее любимым вашим инструментам. Данный период может быть 20-30 дней или более, уже в зависимости от суммы пополнения. Сейчас также в чате приложу ссылку о более подробном написании данной акции, данных условий и с ними тоже сможете познакомиться. Все вопросы также можете присылать на почту, которую я сейчас вам приложил. Ну а сейчас мы готовы переходить уже к Рубинару. Кира, если вы готовы, выходите в эфир и начнем уже погружаться в мир трейдинга, изучать облако Ишимоку. Ждем подключения Киры. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я вышла на связь и, пожалуйста, поставьте плюсик в чат, если меня хорошо слышно и видно. Я очень надеюсь, что это так. Хорошо, замечательно. Все, вижу плюсики, все хорошо. Роман, большое спасибо за ваше вступительное слово. И, друзья, сегодня у нас шестое занятие из цикла «Основы технического анализа». Пару слов обо мне. Меня зовут Кира, Кира Юхтенко. Я главный редактор портала для инвесторов InvestFuture. И очень рада, что совместно с компанией Admiral Markets мы можем предложить для вас цикл из 10 занятий по основам технического анализа. Если вы уже были с нами, то примерно понимаете уже общую логику и такие вот небольшие правила наших занятий. И для новичков повторю, пожалуй, следующий момент. Я очень рада, когда вы задаете вопросы. И вопрос это хорошо и важно. Но для того, чтобы рассказ у нас получился слитный, понятный, у меня к вам просьба вопросы не срочные оставлять до конца занятий. И в конце мы оставим несколько минут, постараемся оставить для того, чтобы все вопросы разобрать, которые вас волнуют. Ну, а пока мы с вами погрузимся в магию индикатора Ишимоку и попробуем понять, чем он может быть полезен для людей, которые торгуют на различных финансовых рынках. Запись вебинара будет. Да, вопрос частый. Частый. Роман написал об этом в чате. Запись вебинара обязательно будет на YouTube-канале компании Admiral Markets. Там же, кстати говоря, вы можете найти и архивы наших прошедших вебинаров. Их, я напомню, было уже шесть. Мы разбирали основы свечного анализа, мы разбирали графические паттерны, мы разговаривали о трендовых индикаторах и осцилляторах. И последнее, пятое занятие наше рассказывало вам о том, как работают уровни Fibonacci, как их применять в трейдинге. Поэтому, если эти темы вас также интересуют, интригуют, то обязательно заглядывайте на YouTube-канал компании Admiral Markets. Да, в общем-то, и помимо наших вебинаров, много чего интересного и полезного вы там сможете найти. Поэтому обязательно подписывайтесь, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующие новые материалы, которые компания Admiral Markets на своем канале публикует. Ну и, пожалуй, на этом соступительной частью я завершу. И перейдем мы уже, собственно, к самой сути нашей сегодняшней темы. Итак, что же такое загадочное облако Ишимуку и для чего нам нужно потратить некоторое количество времени своей жизни на его изучение? Индикатор облака Ишимуку, маленькая историческая справка, был создан в 1930 году японским аналитиком Хасодой. Правда, опубликован этот индикатор был под псевдонимом Санджин из Ишимуку. Видимо, Хасода предполагал, что индикатор, не знаю, может не понравится широкой публике, поэтому решил свое настоящее имя вначале скрыть. Первоначальное предназначение индикатора – это прогнозирование динамики японского фондового индекса Nikkei. Сегодня мы все его прекрасно знаем, он до сих пор успешно существует и показывает нам динамику развития крупнейших японских компаний. Тем не менее, несмотря на все возможные опасения господина Хасода, индикатор оказался очень эффективным, настолько эффективным, что попал в топ технических индикаторов мира и по сей день входит в стандартный бесплатный набор индикаторов, который вы можете получить в торговом терминале MetaTrader. Если терминал у вас еще не установлен, то вы также можете зайти на сайт Admiral Markets и там найти возможность скачать торговый терминал. В принципе, я бы рекомендовала это сделать, потому что одной теории, конечно же, недостаточно, и всю ту информацию, которую мы с вами сейчас освоим, желательно все-таки отрабатывать на практике, а не только послушать и забыть. Поэтому ставим терминал. После того, как мы сейчас разберемся с основами функционирования индикатора, я вам очень рекомендую потренироваться и поприменять индикатор на тех инструментах, которые вы хотели бы анализировать, на которых вы хотели бы поторговать. Итак, индикатор облака и шумоку. Фактически относится к категории трендовых индикаторов. Он построен на таком своеобразном миксе нескольких технических индикаторов. Туда входит в первую очередь скользящие сведения. Но является таким более усложненным вариантом. Индикатор и шумоку позволяет нам определить тренд, уровни поддержки и сопротивления и вовремя поймать сигналы на покупку и продажу. На графике перед собой вы видите такой вот пример того, как может выглядеть индикатор и шумоку. Дерево добавлено на картинку исключительно с целями декоративными. Дерево у нас в индикатор не входит. Оно входит в индикатор пять разнообразных линий, которые в комбинации образуют такие вот замысловатые узоры, которые вы можете сейчас перед собой лицезреть. На первый взгляд может показаться, что вы видите какое-то безумие. Но давайте не будем пугаться. На самом деле индикатор и шумоку достаточно прост и может быть понятен, может быть освоен любым трейдером, как начинающим, так и продолжающим. Поэтому здесь не будем ничего пугаться. Будем с холодной головой сегодня разбираться. Самый популярный вопрос, который возникает у нас при обсуждении любого индикатора, заключается в следующем. На каком торговом периоде, таймфрейме можно индикатор применять? Поэтому, опережая ваши вопросы, на мой взгляд, наиболее сильные и качественные сигналы индикатор и шумоку дает нам на дневном и недельном графике. Также на месячном графике индикатор вполне жизнеспособен. А вот спускаться ниже нужно с очень большой осторожностью. То есть все, что у нас ниже, чем четырехчасовой график, это уже повышенная вероятность получения ложных сигналов. Поэтому здесь нужно быть очень осторожным. Индикатор можно использовать и на более маленьких таймфреймах. На том же самому шумоку пишутся десятки торговых роботов для скальпинга в том числе. Он работает, но нужно быть осторожным, потому что волатильность, соответственно, высокая, и индикатор может давать достаточно большое количество противоречивых сигналов. Все-таки более надежная история – это все, что выше у нас дневного графика. Самое лучшее, на мой взгляд, это графики Дейли и Улыкли, то есть дневной и месячной. Я уже упомянула, что облако и шумоку состоит из пяти линий. Вот на следующем слайде вы можете более подробно посмотреть, как выглядит облако и шумоку уже безо всяких деревьев. Мы видим с вами, друзья, что на графике у нас представлены три независимых линии, и две линии, которые образуют, ну, собственно говоря, само облако. Облако – это заштрихованная часть между, ну, вот такой вот нежно-сиреневой и нежно-коричневой линией, которую мы видим перед собой на графике. Это есть облако и шумоку само по себе, по-другому также оно у нас называется кумо. Поэтому, если встретите такое обозначение, то не пугайтесь. Все пять линий фактически могут быть нам полезны, и на базе каждой из этих линий мы с вами можем построить отдельную, совершенно независимую торговую стратегию. Поэтому сегодня мы поговорим про все линии понемножку. У меня есть тут свои фавориты, я с вами имя поделюсь. Здесь линии можно использовать как, еще раз отмечу этот момент, по отдельности, так и в комбинации. Ну, и кроме того, как и любой индикатор, облако и шумоку также может дополняться другими техническими инструментами. И здесь я бы вам рекомендовала, во-первых, все-таки брать график японских свечей, а не линейный и барный график, потому как японские свечи содержат дополнительную информацию, которая может нам позволить более грамотным образом отфильтровать те сигналы, которые мы получаем по облаку. То есть, например, мы смотрим на облако, видим какой-то определенный сигнал, а потом все-таки дополнительно проводим свечной анализ, находим какую-то свечную конструкцию, которая нас предупреждает. Трейдер, будь осторожен, остановись и подумай, возможно, облако дает нам ложный сигнал. Поэтому здесь японские свечи являются нашим незаменимым дополнением, и я еще раз подчеркну, настоятельно рекомендую, именно в комбинации с графиком японских свечей, использовать данный индикатор. Кроме того, облако Ишимоку достаточно хорошо работает в сочетании с уровнями пабанач, которые мы изучали на нашем предыдущем как раз вебинаре, который проходил в октябре, наверное. И запись этого вебинара также можно найти на YouTube-канале компании Admiral Markets. Вы можете без проблем это сделать, если пропустили. Так вот, в комбинации с уровнями Фибоначчи, облако Ишимоку нам может давать также достаточно интересные сигналы, потому как уровни Фибоначчи позволяют достаточно с высокой степенью точности определить важные уровни поддержки и сопротивления, на которые цена будет обращать внимание в ходе развития торгов. Ну, это такое вот было маленькое введение. Теперь давайте будем постепенно разбираться с линиями по порядку. Еще раз вас предупрежу, пугаться не нужно. Здесь нет никакой совершенно магии. Здесь есть абсолютно чистая математика, плодами которой мы можем с вами пользоваться благодаря развитию компьютерных технологий. Сегодня нам не нужно абсолютно ничего считать, просто достаточно несколько нажатиями кнопки добавить индикатор на график и уже делать выводы, исходя из увиденной картины. О том, как добавить индикатор, я также попозже расскажу. Мы сначала разберемся со структурой линий, и затем уже перейдем в торговый терминал. Я покажу, как добавить индикатор, покажу, как его редактировать, ну и пройдемся по основным валютным парам, посмотрим, какая там картина, немножечко потренируем навыки, которые мы с вами сейчас приобретем. Прошу прощения. И мы продолжаем. Итак, друзья, две наиболее важных линии, из которых я рекомендую вам начать изучение облака и шимоку, это линии Тенкан и Киджун. Немножечко теории, не будем в нее слишком глубоко погружаться, и уделим все-таки сегодня больше внимания именно построению стратегии на базе данных линий. Итак, линия Тенкан на графике в стандартных настройках МТ-4, МТ-5, по-моему, тоже, отображается красным, ярко-красным цветом и представляет собой скользящие средние от цены с периодом 9. Строятся эти, в общем-то, обе линии на базе так называемой медианной цены, или медиальная, она еще по-другому называется. Она рассчитывается как сумма максимума и минимума за торговый период, поделенная на 2. То есть, грубо говоря, мы заходим на график японской свечи, на графике японских свечей, наводим мышь на любую японскую свечу и видим там данные по максимальному и минимальному значению. Компьютер делает это за нас. Сумму вот этого максимума и минимума делит на 2, таким образом получает медианную цену. На базе вот этой медианной цены мы получаем скользящие средние с периодом 9. То есть, основывается линия Тенкана на последних 9 японских свечах. Так, вот вижу у нас в чате у Тимура есть вопрос по поводу того, что подвисает вебинар. Друзья, нужны ваши комментарии. Есть ли у кого-то еще проблемы со связью или это какая-то особенность у Тимура техническая? Отпишитесь, пожалуйста, в чат. Друзья, ну вот я смотрю, что все-таки у большинства наших слушателей проблем никаких не возникает. Поэтому, возможно, вам стоит попробовать перезагрузить компьютер Ну вот Вероника пишет, что со звуком все хорошо, иногда рассинхронизация с картинкой. Ну, я думаю, что это можно каким-то образом все-таки пережить. Хорошо. Ладно. Друзья, ну у кого проблемы, если совсем плохо, то еще раз напомню, да, что вебинар можно будет посмотреть в записи. Если совсем плохо, слушать невозможно. Ну и в любом случае извиняемся за любые возможные технические какие-то неполадки. Ну, все-таки у большинства все нормально, поэтому мы продолжаем, друзья. Итак, про линию Тенкан я вам рассказала. Скользящая средняя от медианной цены с периодом 9, то есть 9 японских свечей. И вторая линия у нас называется Киджун. Она в стандартных настройках у нас окрашена в синий цвет и представляет собой скользящая средняя от цены за уже более длительный промежуток времени. Как правило, в стандартных настройках здесь у нас берется 26 торговых периодов. Тенкан 9, Киджун на 26. То есть Тенкан более быстрая, короткая линия, которая, она вот такая юркая, подвижная, она очень быстро реагирует на изменения каких-то краткосрочных факторов, которые влияют на цену и, соответственно, отображает наиболее четко текущий краткосрочный тренд. И Киджун является более медленной, более долгосрочной. Ну, 26 периодов мы понимаем, что это, конечно, не 200 периодов. Это тоже, в принципе, индикатор достаточно краткосрочный. Но, тем не менее, по сравнению с линией Тенкан, Киджун является более неповоротливой. Тенкан – вот такая вот быстрая мышка, которая проскакивает и дает нам опережающие сигналы наиболее. А Киджун при этом, ну, можно сравнить с такой вот черепахой, которая достаточно долго реагирует на происходящее на рынке и таким образом только успевает смотреть вслед быстрой и юркой линии Тенкан. Надеюсь, что такая метафора вам позволит немножечко более правильно визуализировать значение этих линий для нас с вами. Давайте вернемся на предыдущий график. Вот здесь мы видим две, ну, вернее, видим мы здесь пять линий, но нас на данный момент интересует именно две. Вот, пожалуйста, посмотрите. Вы видите перед собой красную линию. Вот она, красная – это быстрая линия Тенкан, и синяя – это более медленная линия Киджун. Если вы чувствуете, что уже начали путаться, то я могу вам порекомендовать быстренько схватить блокнотик какой-нибудь и зафиксировать для себя. Тенкан – красная, быстрая, Киджун – синяя, медленная. Потому что мы сегодня еще не один раз будем оперировать такой специфической для русского уха терминологией, поэтому, чтобы у вас не возникало никаких трудностей, можете это для себя пометить. Тенкан – красная, быстрая, Киджун – синяя, медленная. В торговом терминале Метатрейдер при наведении кнопкой мыши на линию у нас подсвечивается ее название, что также упрощает работу с индикатором. С линиями Тенкан – Киджун мы разобрались. Несколько позже поговорим о том, как их применять, интерпретировать сигналы. Но пока давайте закончим с общей структурой облака, чтобы здесь для нас уже никаких загадок больше не оставалось. Итак, про линии мы с вами поговорили, красная и синяя. А теперь давайте поговорим непосредственно о самом облаке, которое по-другому, еще раз напомню, у нас называется куму. Облако состоит из двух линий – Сен-Колз Пен А и Сен-Колз Пен Б. В классической, стандартной настройке Метатрейдера Сен-Колз Пен А окрашено в оранжевый свет, Сен-Колз Пен Б окрашено в такой вот нежно-фиолетовый цвет. Но, честно говоря, нелюбимые мои настройки для облака я, как правило, для себя стараюсь их немножко корректировать и делать поярче. Но здесь уже вы делаете все на свое усмотрение. Итак, Сен-Колз Пен А на самом деле считается наименее значимой линией из всех составляющих облак и шумоку, но тем не менее свою функцию она выполняет. Итак, это первая линия облака и производная Тен-Кан и Ки-Джун, потому как она является их средним значением, сдвинутым на период Ки-Джун 26 вперед. Звучит немного загадочно, но на самом деле ничего сложного здесь нет. Вообще само по себе облако у нас является опережающим. То есть оно, как мы сейчас с вами убедимся на графике, как бы прокладывает перед ценой такую солому. Тоже, если обратиться к таким понятным метафорам, облако прокладывает такой некий слой соломы перед ценой, который позволяет нам, ну, собственно, либо отталкиваться от него, либо в этой соломе на некоторое время застревать, прежде чем продолжить движение в ранее заданном направлении, ну, либо эту солому пробивать, уже зависит тоже от разных состояний рынка. Важно понять именно то, что облако у нас пролегает перед ценой и создает для нее вот такую вот, ну, соломенную подушку. Давайте назовем это так. Сен-Колус-Плэн А мы разобрались. Сен-Колус-Плэн Б нежно-фиолетовая линия у нас на графике. Это вторая линия облака, самая медленная из линий индикатора. Период ее усреднения равен 52. Ну, мы видим, что в целом индикаторы ШМОКу являются весь, достаточно краткосрочным. То есть, ну, что такое 50 периодов? Это, в принципе, достаточно скромно по сравнению с другими периодами скаляющих средних. Там, вот, да, у нас из классики есть 100, 200. Здесь достаточно у нас быстрые сигналы. Это хорошо. Это хорошо именно для трейдинга. А потому как, ну, конечно, там заниматься трейдингом на основе, 200-недельный скаляющий средний, достаточно сложно. Это больше уже подходит для инвестиционных задач. А когда мы работаем на рынке на ежедневной основе, нам интересны именно быстрые оперативные сигналы, которые и может нам предоставить облако ШМОКу. Итак, разобрались. Сен-Коуз-Пен А и Б сдвинуты на 26 периодов вперед. Это период расчета КИДЖУН. Ну и, собственно, вот это все, что нам на данный момент нужно о них знать. Пространство между Сен-Коуз-Пен А и Сен-Коуз-Пен Б закрашивается, заштриховывается и получается облако Ишимоку. И, как я уже сказала, облако опережает сцену и таким образом создает достаточно мощную поддержку и сопротивление. И последняя линия индикатора Ишимоку, в которой, честно говоря, я бы не очень рекомендовала работать в начале изучения индикатора Ишимоку, но, тем не менее, немножечко я о ней расскажу. Линия Чин-Коуз-Пен, так же она у нас и называется, образуется ценами закрытия периодов, сдвинутыми уже назад на величину КИДЖУН. То есть, если облако у нас сдвинуто вперед и прокладывает дорогу для дальнейшего движения цены, то линия Чин-Коуз у нас сдвинута назад, она является отстающей. В стандартных настройках терминала МТ4 линия Чин-Коуз у нас отображается таким вот довольно противно-салатовым цветом. зеленым, ну и так же ее можно редактировать. Здесь, в принципе, тоже все достаточно просто. Ну и давайте, да, давайте я озвучу сейчас, какие сигналы нам может давать линия Чин-Коуз, потому что я, честно говоря, не уверена, что мы потом еще к ней успеем вернуться. Посмотрите, да, вот так вот Чин-Коуз у нас выглядит на графике. Вот она зеленая, отстающая. То есть она как бы повторяет движение цены, но сдвинутая назад на 26 периодов. И если линия Чин-Коуз пересекает цену, соответственно, сверху вниз, то это является для нас сигналом на открытие короткой позиции. Ну, например, вот это мы с вами можем наблюдать здесь, в текущей ситуации. Мы видим, что вот здесь вот линия Чин-Коуз проходит сквозь цену, устанавливается ниже цены, уже достаточно существенно цены вот в этой точке ее развития. И отсюда мы можем вытащить медвежий сигнал. Правда, работать с линией Чин-Коуз рекомендуют очень осторожно, потому что она тоже часто дает ложные сигналы. Вот именно поэтому я бы все-таки рекомендовала начинать с более надежных линий, таких как Тен-Кан, Ки-Джун и само по себе облако. По поводу линии Ки-Джун, что нужно еще знать? Она обязательно должна проходить через тело свечи, то есть вот фактически ситуацию, которую мы видим вот здесь вот на нашем примерном графике. Я, честно говоря, даже не скажу вам сейчас, что это за график. Что-то из свежего вот буквально сегодня я его добавляла. Но важно, чтобы линия проходила именно через тело свечи, а здесь мы видим, что она прошла, ну вот так вот, покасательной к телу и фактически даже больше через тень уже пересекла свечу, чем через само тело, что уже снижает силу данного сигнала. Про линию Чин-Коуз я вам рассказала, в принципе, все, что я на сегодня хочу. А теперь давайте перейдем к более простым и, на мой взгляд, применимым сигналам. Итак, давайте мы с вами поговорим о том, как мы можем использовать информацию, которую нам дают линии Тенкан и Киджун. Здесь, друзья, у нас есть два основных вида работы с данными сигналами. На базе этих сигналов мы можем построить, ну, собственно, две абсолютно непохожие торговые стратегии, либо же можем скомбинировать эту историю в одну, слепить и таким образом уже отталкиваться от комплекса сигналов, которые мы по этим линиям получаем. Итак, вариант первой стратегии, которую мы можем на базе линии Тенкан и Киджун выстраивать. Это так называемый порядок линий или правильный порядок. В чем здесь смысл? Если вы были у нас на вебинаре по трендовым индикаторам и помните, что мы говорили о скользящих средних, то эта информация вам здесь может как раз-таки пригодиться. Говорили мы, что правильной ситуацией на рынке является такая, когда скользящая средняя с более маленьким периодом, то есть более краткосрочная скользящая средняя, находится к цене ближе, чем цена с периодом более долгосрочным. Это правило абсолютно железно также работает и на индикаторе ШМОКу. То есть для того, чтобы понять, что на рынке есть четко выстроенный медвежий тренд, в рамках которого нам является логичным и здравым открывать позиции на продажу, то есть считывать эту ситуацию как сигнал на продажу, является следующая ситуация. Короткая линия Тенкан, это вот та самая красная, быстрая, юркая, должна быть ближе к цене, чем более длинная линия Киджун. То есть красная линия ближе к цене, чем линия синяя. И если у нас есть такой расклад, и при этом свечи выстроились, линии, прошу прощения, выстроились в таком порядке над ценой, то тренд у нас медвежий, и мы можем интерпретировать эту ситуацию как сигнал на открытие короткой позиции. Если же у нас ситуация обратная, то есть линии также выстроились в правильном порядке, короткая линия Тенкан ближе к цене, но располагается под ценой, и, соответственно, мы видим, что у нас и цена растет, что важно, то тренд на рынке становился бычий. Как это выглядит на графике? Давайте попробуем найти такую ситуацию в наших... Нет, извините, передумала. Сначала давайте поговорим о крестах. Это вот первая история. Сейчас, если вы немного запутались, не паникуйте, сейчас перейдем на график, покажу, как это работает. И второй вариант, сигнал такой более редкий, но в принципе можно считать его более качественным, это поиск крестов и шумоку на графике. Крест и шумоку – это история, когда одна линия пересекает другую, то есть Тенкан пересекает Киджун. Крест у нас может быть образован, когда на рынке наблюдается хотя бы среднесрочно нисходящий тренд, и короткая линия Тенкан пересекает длинную линию Киджун сверху вниз над ценой. То есть как бы над ценой образуется вот такой вот крест, который, ну, как вот считается, является символом, ну, такой вот гибели надежд быков. И напротив, обратная ситуация, мы можем получить золотой крест, когда короткая линия Тенкан-Сен пересекает длинную линию Киджун-Сен снизу вверх под ценой. То есть это вот такой крест, который знаменует начало долгосрочного роста. Давайте посмотрим, как это выглядит на графике, друзья. Итак, синяя линия, напоминаю, это линия Киджун, более медленная, красная линия, это линия Тенкан, более быстрая. Итак, смотрите, вот здесь вот у нас достаточно долгое время наблюдалось уверенное восходящее движение, и линии встали вот в том самом правильном порядке. Посмотрите, они направлены также в направлении восходящего тренда и показывают нам достаточно уверенный рост. При этом Тенкан-Сен, красненькая линия, ближе к цене, она к ней прям прижимается, стремится. А линия Киджун-Сен, наоборот, немножечко отставлена, и, ну вот как такая черепашка бежит за линией Тенкан. В какой-то момент мы видим, что мы видим, что линия Тенкан вслед за ценой образовала, ну вот такой вот некий пик, локальный, и пошла на снижение. Линия Киджун, так как она у нас реагирует на рыночные движения более неповоротливо, просто встала в боковик, в отличие от Тенкана, которая вот так вот резко пошла пикирующим бомбардировщиком вниз. И вот здесь вот в моменте пересечения линии Тенкан, линией Тенкан, линии Киджун, сверху вниз, над ценой, то есть цена уже начала нисходящее движение, и вот здесь вот в этой точке мы получили мертвый крест. Это есть сигнал того, что у нас есть потенциал для продолжения нисходящего движения. На базе этого сигнала многие трейдеры открывают позиции на продажу. Но еще раз напомню, что любой сигнал хорошо подтверждать японскими свечами, уровнями Фибоначчи или другими индикаторными и безиндикаторными стратегиями, которым вы доверяете. Вот так вот выглядит мертвый крест на графике Шимуку. И этот крест фактически остается в силе до тех пор, пока у нас не произошло обратного пересечения. Посмотрите, вот здесь у нас уже образовался другой крест, который и называется у нас золотым. Но более четкий пример золотого креста мы с вами видим на следующем графике. Посмотрите внимательно. Здесь у нас произошел разворот цены, цена пошла наверх. Здесь мы, кстати говоря, можем найти достаточно большое количество разных и свечных моделей, и графических фигур, которые подтверждают нам изменение тренда. Смотрите, например, вот здесь у нас произошло бычье поглощение, достаточно уверенное, что также говорит о том, что есть топливо для роста. Ну и далее вот на этой волне роста мы видим, что под ценой быстрая линия Тенкан пересекла медленную линию Киджун. Тенкан прижимается к цене и выступает в роли такой вот линии поддержки для нас с вами. И получение этого сигнала говорит нам о том, что на рынке воцарился больший тренд. И вот именно в момент золотого креста достаточно резонно рассмотреть возможность открытия длинных позиций по данному активу. Позиции мы считаем актуальными до тех пор, пока не произошло обратного перекрещивания. Ну или, по крайней мере, пока цена не встала в боковик. То есть вот здесь уже линии начали давать нам более тревожные сигналы. Мы видим, что они снова пытаются сойтись и близки к тому, чтобы пересечься, но не пересекаются. Все-таки удерживается сила в руках покупателей. Но, тем не менее, уже мы видим, что импульс стал значительно более слабым и темпы роста цены снизились здесь. Поэтому здесь уже ситуация значительно более рискованная. Вот так вот мы можем интерпретировать сигналы, которые мы получаем от линий Тенкан и Киджун. Еще раз повторюсь, нас интересует, во-первых, порядок выстраивания линий. То есть если тренд у нас медвежий, то нам важно, чтобы линии стояли в правильном порядке над ценой. Если тренд у нас бычий, мы хотим найти для этого подтверждение при помощи индикатора и шумолку. То есть понять, что да, тренд действительно бычий, и пока можно не бояться того, что произойдет разворот. То мы, соответственно, выискиваем правильный порядок линий Тенкан и Киджун, но уже под ценой. То есть, соответственно, получается, что на тренде нисходящем мы воспринимаем линии Тенкан и Киджун как уровни сопротивления для цены, то есть как вот такую верхнюю границу тренда, которая просто является более гибкой, чем обычная трендовая линия. На восходящем тренде напротив линии выступают в качестве поддержки. Поэтому здесь тоже нам интересно смотреть на то, как цена ведет себя по отношению к линиям Тенкан и Киджун. Если, например, мы видим, что цена в какой-то момент пересекает линию, как это, например, происходит вот здесь, то мы интерпретируем этот сигнал тоже как тревожный. То есть фактически вот с этой точки мы уже и задумались о том, насколько силен восходящий импульс. Дальше уже динамика линии Тенкан нам подсказывает, что действительно есть над чем задуматься. Импульс стал слабее. Но пока не образовалось нового мертвого креста, поэтому говорить о развороте вниз, также у нас, исходя из сигналов вот этой нашей стратегии, оснований никаких нет. Вот так вот выглядит работа с линиями Тенкан и Киджун. Так, вот в вопросах вижу у нас Борис спрашивает. Период, это количество свечей, таймфреймы? Да, все верно. Это количество свечей, на базе которых происходит усреднение. Едем дальше. Как мы можем работать непосредственно с самим облаком и шимоку? Облако и шимоку у нас это закрашенная область между линиями Сен-Коу с Пен-А и Сен-Коу с Пен-Б, напомню. Итак, стратегии работы по облаку у нас существуют следующие. Ну, во-первых, нас интересует то, в какой цвет облако окрашено. Посмотрите. Например, вот на примере данного графика, это, кстати, можете попробовать угадать, что это за график. Здесь все достаточно просто. Он очень популярен. Это буквально вот свежий график, недельный. Можете предположить в чате, что это за инструмент. Итак, по поводу цвета облака. Обратите внимание, если у нас тренд нисходящий, то облако окрашивается в нежно-сиреневый цвет. Если же тренд исходящий, то оно окрашивается в нежно-коричневый цвет. Не могу вам объяснить, почему создатели индикатора выбрали именно такую расцветку, но какую выбрали. И в момент смены цвета облака мы с вами можем говорить об изменении общей рыночной ситуации. Ну, вот на примере данного графика мы видим, что вот здесь у нас ранее облако было коричневого цвета, затем линии пересеклись, и облако сменило свою расцветку. Оно стало у нас уже в данной ситуации медвежьим. То есть то, что сиреневое, фиолетовое, то медвежье. Такое лавандовое. Поэтому пересечение линий между собой дает смену цвета облака и, соответственно, дает нам также сигнал. Поэтому мы вот в той точке, которая у нас на графике соответствует этому пересечению, мы получаем повод задуматься о том, что, возможно, на рынке действительно устанавливается какой-то достаточно мощный тренд. Вот тот график, о котором я сейчас говорю, никто не предположил, что это, но это пара американский доллар-российский рубль. Недельный график. И ситуация, которую мы вот здесь наблюдали, вот в этой точке, как раз говорит о том, что на рынке установился, ну, такой фактически долгосрочный нисходящий тренд. Другое дело, что он может быть безусловно изменен, но тем не конкретно в этой точке, да, мы додумались именно об этом, именно о том, что на рынке сейчас доминируют медведи, и облако Кумо нам это достаточно наглядно показывает. Чем шире облако, тем сильнее является вот этот вот пласт соломы, который находится под ценой или над ценой. В данной ситуации мы видим, что облако пролегает над ценой. И, соответственно, получается, что чем толще облако, тем сложнее его рынку преодолеть, если так вот немножечко упрощать. Когда облако истончается, его силы снижаются, и прорвать его цене становится легче. То есть, фактически, вот именно это мы с вами сейчас и наблюдаем на графике пары американский доллар и российский рубль недельным. То есть, посмотрите внимательно, да, было облако широкое, был уверенный тренд. Потом цена постепенно легла в боковик, более того, предпринимает попытки восстановления. И вот здесь уже облако стало более тонким, и мы предполагаем, что пробить его цене может быть легче. Итак, мы начали с вами с цвета облака и сказали о том, что пересечение линий с эндклус ПН-А и с эндклус ПН-Б меняет цвет облака и, соответственно, является для нас сигналом об общем тренде, который на рынке в настоящий момент доминирует. Следующий пункт, который нас интересует, это поведение цены относительно облака. И достаточно хорошо мы видим это на том же самом графике пары доллар-рубль. Да, снова его открываю. Посмотрите внимательно, это недельный график. И когда облако стало истаншаться и ложиться в боковик, мы видим, что цена к нему подобралась вплотную и предприняла попытку сформировать недельную свечу, которая попадет в облако, да, цена войдет в облако. Но посмотрите, что произошло. Это очень частая ситуация. Рынок в облако с первой попытки войти не сумел. И здесь образовалась у нас японская свеча, которая намекает на то, что, возможно, все-таки с первого раза, по крайней мере, взять вот этот барьер, вот это сопротивление, которое у нас образуется, линии СНКО, нам не удастся. Вот это вот очень интересный момент, за которым мы сейчас по доллар-рублю будем внимательно наблюдать. То есть войдет цена в облако или не войдет. Поэтому здесь вот у нас, исходя из этой логики, первая линия сопротивления располагается здесь, вторая линия сопротивления располагается на верхней границе облака. Пока мы застопорились у первой и от нее довольно уверенно откатились. Хотя посмотрим, какая свеча у нас будет сейчас еще здесь на недельном графике по итогам текущей недели. Если свеча получится тяжелая красная, то вполне возможно, что мы действительно увидим еще некоторое снижение американской валюты к российскому рублю, которая нас уже, конечно, давно удивляет и настораживает, но, тем не менее, мы против фактов не можем ничего сказать. Действительно, рубль остается стабильным, несмотря на все опасения. Вот, так у нас может работать облако в качестве сопротивления для цены. И последний момент, на который я хотела бы ваше внимание акцентировать. Третий вариант стратегии по работе с облаком в Куму, заштрихованной частью индикатора, заключается в том, что если цена вошла в облако, то, скорее всего, рынок находится в боковике. И на базе облака мы с вами можем также находить для себя линии поддержки и сопротивления и торговать здесь уже по правилам торговли в оффлете, которые мы с вами также на предыдущих вебинарах рассматривали. То есть здесь, что для нас интересно? Ну вот, например, давайте гипотетически представим себе, что цена все-таки пробьет облако, войдет в него. Тогда у нас установится достаточно четкий боковик, то есть это пока еще совсем не сигнал на то, что рынок развернулся наверх. Вот совсем не сигнал. Цена войдет в облако, это будут только первые, ну, такие ласточки, да, ну, а как их интерпретировать уже зависит от нас. Поэтому, на мой взгляд, вот представим, что мы вошли в облако, и здесь я бы уже предложила именно смотреть на то, как мы ведем себя относительно границ облака. Сопротивление здесь, поддержка здесь. В случае пробоя облака наверх, вот здесь уже возникнет очень интересный сигнал. Кстати, обратите внимание, что линия сопротивления облака также совпадает с нашими здесь вот локальными резистансами. Поэтому пробой облака наверх, вот это уже будет интересно. Это подтвердит двойное дно, графическую фигуру, и откроет дорогу для более мощного, более резкого роста наверх. То есть все, мы прорвем эту солому, мы ее, не знаю, прожжем, и будем готовы уже к более стремительному движению наверх. Пока мы вот топчемся у нее, отталкиваемся от нее, не можем в нее зайти, вязнем к ней. Ну и вот еще один графический пример здесь у нас. Это смена цвета облака. Достаточно наглядно, на мой взгляд, было облако негативное, вот оно лавандовое. Затем линии СНКУ с ПЭН пересеклись, с линии СНКУ с ПЭН А и Б пересеклись, и цвет облака изменился, стал нежно-коричневым. Когда мы это увидели, мы для себя в голове поставили галочку. Ага, очень возможно, что рынок готовится к развороту. Смотрим, что у нас по японским свечам. Ну, здесь вот было у нас бычье поглощение, и в целом мы видим, что наращивается у нас бычий моментум. Смотрим, как мы ведем себя относительно локальных максимумов. Мы видим, что мы их вот здесь вот пробили. Мы также видим, что вот здесь у нас образовался золотой крест при пересечении линий Тенкан и Киджун. Красная линия Тенкан прижалась к цене. Линия Киджун от цены немного отстает. Ну, в общем-то, у нас есть полный набор информации, которая позволяет нам говорить о том, что рынок действительно вошел в восходящий тренд. И до тех пор, пока у нас вот эта вот солома перед ценой остается окрашенной в коричневый цвет, мы можем говорить о том, что на рынке действительно существует уверенный восходящий тренд. И нам нечего бояться, не стоит нам опасаться того, что цена сейчас как-то вот быстро, резко развернется вниз. Да, будут коррекции, безоткатное движение в тренде любом бычьем и двежьем невозможно, но тем не менее важно нам именно то, что в общем и целом у нас остается восходящий тренд. Об этом нам говорит облако. Мы видим, что линии Тенкан и Киджун здесь вот снова попытались сойтись. Образовался небольшой крестик, но он фактически не подтвержденный. Это произошло на долю периодов и снова потом пошел выкуп. Снова цена рванула наверх и линия ее догнала. Вот как-то так выглядит у нас наша облачная картина. С теоретической частью у меня на данный момент все. И остается у нас еще небольшое количество времени, и поэтому давайте мы с вами все-таки отправимся на график. И посмотрим, какая у нас ситуация есть по другим актуальным инструментам. Друзья, жду от вас плюсик в чате, если вам видно мой торговый терминал. Если вам не видно, то ставьте минус. Замечательно, хорошо, все, все, спасибо, все, хорошо. Ну, давайте посмотрим. Например, вот так у нас... Хотя нет, давайте-ка начнем мы с того, что мы все-таки добавим индикатор на график. Делается это, друзья, достаточно просто. Мы нажимаем на кнопку вставка в главной нашей панели, выбираем индикаторы, выбираем трендовые индикаторы. И здесь мы находим индикатор из шимоку. Вот он, таким образом выглядит. И у нас выскакивает поле настройки индикатора. Здесь у нас с вами все пять линий. Тенкан, Киджун, Чинкул, Спен, вот это вот противно-салатового цвета. Верхнее Кумо и нижнее Кумо. Можно редактировать настройки цветов, можно редактировать жирность, можно делать линии пунктирными, неразрывными. Очень странно, что не отображается окно настройки. Потому что, в принципе, никаких у этого не должно быть препятствий. Давайте попробую переключить вот таким образом. Вам должно быть видно полный экран. И еще раз, вот я попробую, да, вставка, индикаторы. Ишимоку. И вот оно, поле настроек. Видно, видно, появилось, отлично. Вот оно, поле настроек индикатора. И мы видим здесь пять линий. Тенкан, красное, все, как мы с вами обсуждали. Киджун, синее. Чинкул, салатовое. Верхнее Кумо, цвета сэнди-браун, песочно-коричневого. И нижнее Кумо, вот такого вот лавандового цвета. Мы можем менять настройки. Ну, вот не нравится мне этот зеленый цвет, поэтому, с вашего позволения, я его поменяю. Ну, и также я, честно говоря, предпочитаю ставить немножечко поярче расцветки вот здесь. Нажимаю ОК, и у меня на график добавляется индикатор Ишимоку. Вот он, пожалуйста. Это график пары евро-американский доллар недельный, и мы видим индикатор Ишимоку. Что еще мы здесь с вами видим? Если мы наведем кнопку мыши на любую линию, то мы сможем посмотреть ее название и ее периоды. Пожалуйста, синее Киджун, сэн, красное Тэнкан, границы облака наши с вами, и линия, соответственно, Чинкул, наша отстающая, которую мы считаем несколько более специфической. Давайте подумаем, какие сигналы мы с вами на недельном графике пары евро-доллар в настоящий момент получаем. Ну, во-первых, рекомендую посмотреть для начала на динамику облака. Облако у нас здесь с вами бычье. То есть вот, пожалуйста, линия А пересекла линию Б. У нас получился такой вот коричневатый, коричневатая соломка, да, подстиленная перед ценой. И таким образом говорит нам это о том, что у нас есть довольно мощный восходящий тренд. Облако широкое, толстое, поэтому в целом достаточно непросто, можно предположить, цене будет его с первого раза пробить. Что касается линий Киджун и Тэнкан, посмотрите внимательно, вот здесь у нас был небольшой боковик, затем он с гэпом, цена пробила его наверх, и у нас появились подозрения относительно того, что тренд может переключиться в сторону бычьего. Это видно, в принципе, и без линий. Но линии дают нам сигнал, который мы с вами вполне могли, в общем-то, должны были успешно применить. Давайте проверим, как вы усвоили то, что мы сейчас с вами обсудили. Что это за сигнал? Вот здесь у нас получен. Напишите, пожалуйста, в чате. Кто будет первый, тот молодец. Получение этого сигнала позволило нам получить правильный порядок линий, то есть наша с вами красная линия Тэнкан прижата к цене близко, линия Киджун отстает. Совершенно верно. Это золотой крест. Все верно, друзья. И здесь у нас был хороший, уверенный, восходящий тренд. Затем мы увидели, что цена пересекла вниз. Все верно, все верно, да, друзья, все верно. Золотой крест, молодцы. И дальше мы видим, что после уверенного восходящего тренда, на котором мы вполне могли прокатиться, после пробоя, кстати говоря, облака, что тоже важно, у нас в какой-то момент пошло замедление, замедление роста цены, пошла такая серьезная коррекция, которая, в принципе, даже может напоминать нам и нечто более серьезное, чем обычная коррекция в рамках тренда, потому что фактически, если мы построим вот здесь, например, трендовую линию, просто обычную, мы увидим, что, в принципе, она очень, сделаю ее потолще. Смотрите, да, вот так у нас выглядит трендовая линия поддержки. Мы проводим ее по минимальным точкам тренда. Ну, она почти совпадает с линией Тенкан, просто Тенкан является более такой вот подвижной, да, линия тренда, ну, это просто линия прямая. Не очень она нужна, я просто ее для наглядности вам показала. И затем мы видим, что мы пробили вот эту трендовую линию, пробили линию Тенкан вниз. Это уже тревожный сигнал, линия оказалась над ценой, и линия плотно к ней прижата сверху. Сигналы говорят нам о том, что, возможно, более стремительное движение вниз, а подтверждение этой ситуации мы получим после того, как у нас подтвердятся два торговых сигнала. Тогда мы можем сказать, что наша стратегия выдала нам сигнал на продажу. Первый момент. Цена должна зафиксироваться ниже обеих линий, ниже Тенкан и Киджун, и линии Тенкан и Киджун над ценой должны сформировать мертвый крест, то есть красная должна прижаться ближе к цене, чем синяя, образовать таким образом мертвый крест, и подтвердить разворот движения вниз. В таком случае мы получим сигнал на открытие короткой позиции, и он будет жизнеспособен, по крайней мере, до тех пор, пока, во-первых, не получим мы нового кристалла, уже теперь золотого, первый момент, и второй момент, пока мы не упремся в облако. То есть вот здесь вот облако у нас выполняет функцию поддержки. Когда мы в него упремся, вполне возможно, что от него последует небольшой откат. Либо же мы в него войдем и уже поговорим о торговле в боковике. Когда мы пробьем облако вниз, напомню, что именно линия B, сиреневая, является для нас самой ключевой, самой важной. Когда мы пробьем линию B вниз, мы уже заговорим вообще о более долгосрочной нисходящей истории. Поэтому вот так вот облако и шумоку позволяет нам ступенчато получить сигналы по разным таймфреймам. Мы с вами видим, что у нас долгосрочно пока нет опровержения того, что тренд развернулся. Вернее, того, что того, что тренд является бычьим. Пока облако остается бычьим в долгосрочном периоде. Но сигналы по линиям говорят нам о том, что возможно более глубокое снижение. Поэтому мы эти линии будем отслеживать. Если мы увидим здесь мертвый крест, то мы будем готовы, если мы доверяем индикатору и шумоку, если нам позволяют фундаментальные факторы также делать выводы о возможном снижении цены. И, соответственно, когда мы получим мертвый крест, то можно будет покрывать шарты и целиться на облако. Ну, а если мы его не получим, то, в общем-то, ситуация может поменяться и в другом направлении. Друзья, ну что, достаточно мы с вами много вещей успели сегодня обсудить. Я думаю, что больше я вас утомлять не буду. Можно было бы, конечно, еще больше примеров привести, но надеюсь, что это наша с вами далеко не последняя встреча. Поэтому все мы еще с вами обсудим. Вопрос от Андрея. Можно ли торговать по облаку внутри дня? Да, вполне можно торговать по облаку и внутри дня, но рекомендуется все-таки находить здесь дополнительные варианты подтверждения. Друзья, большое вам спасибо за ваши хорошие отзывы, спасибо за внимание, спасибо за вашу интеллигентность, за то, что никто не перебивал и не писал всяких вещей не по делу в чате. Это, правда, очень ценно, потому что именно это и позволяет понятно рассказывать. Так что это все благодаря вам. Спасибо. Спасибо большое, друзья. Следующий наш вебинар состоится через две недели. И поговорим мы на этом мероприятии о торговой стратегии Forex Gambit. Вот Роман буквально только что скинул в чат ссылку на наш следующий вебинар, так что вы можете на него перейти по этой ссылке, посмотреть, что у нас там в планах, ну и себе в ежедневник записать, что через две недели в том же месте, в тот же час мы с вами встречаемся и все создаем следующую торговую стратегию. Ну и хотела бы я вам еще сказать, что напомнить, что технический анализ мы все-таки стараемся использовать как дополнительный к анализу фундаментальному. Я исповедую именно такой подход, потому как все-таки в первую очередь рынок, конечно, движен именно факторами фундаментальными, а технический анализ позволяет нам найти правильную точку входа, грамотную, и заработать на более краткосрочных, да, колебаниях цены. Поэтому имейте в виду, что любой технический индикатор может дать ложный сигнал, если вы не учили фундаментальные факторы. Это важный момент. Благодарю вас за внимание, друзья. Я отключаюсь и передаю микрофон моему коллеге Роману. Всем пока. С вами была Кира Юхтенко. И до новых встреч через две недели. Спасибо большое, Кира, за интересный вебинар. Коллеги, на вебинары следующие из тематики технического анализа будут добавлены чуть позже. Вы обязательно получите напоминание о этих вебинарах и сможете на них присутствовать. Ну и коллеги, хотел бы сказать для тех, кто присоединился к нам чуть позже, для всех участников данного вебинара будет доступен новый тип счета, так называемый учебный счет, на котором вы можете сделать первые ваши шаги в трейдинге, познакомиться с компанией Admiral Markets. И что самое важное, самая важная характеристика данного счета, она позволяет уже полученную прибыль в ходе вашей тренировки перевести на реальный счет. То есть, вы делаете первые шаги, фактически не рискуя своими средствами. Что нужно для того, чтобы получить данный учебный счет? Напомню, для тех, кто присоединился к нам чуть позже. Необходимо открыть новый реальный счет в компании Admiral Markets. И данный счет доступен только для новых клиентов, то есть тех, кто еще с компанией Admiral Markets не работал. пополнить его на минимальную сумму от 200 евро и, соответственно, написать нам письмо о том, что вы хотите повредить в чате в данной акции и получить данный счет. Сейчас я в чат напишу также почту, на которую нужно будет прислать письмо с кодовым словом Ишимоку, потому что данный учебный счет доступен только для наших участников образовательных вебинаров. Чтобы мы понимали, что вы пришли с данного вебинара и мы вышлем вам на почту более подробные условия. То есть это отличная возможность познакомиться с компанией Admiral Markets или попробовать провести первые сделки уже с реальными деньгами и познакомиться с трейдингом что называется поближе. Прибыль до 200 евро с данного учебного счета сможет быть переведена вами на реальный счет и вы уже дальше сможете продолжить работать по данному счету. На данный счет вот Олег очень хороший вопрос вам открывается данный счет на 200 евро 200 евро и уже максимальная прибыль до 200 евро то есть суммарный баланс если у вас будет 400 евро то есть 200 из них вы сможете перевести на ваш реальный счет. Таким образом это происходит. Ну и безусловно для наших уже клиентов компаний Днерал Маркетс я хотел напомнить что впереди Новый год впереди Рождество и мы запускаем акцию по компенсации спреда то есть для того чтобы получать возможность работать по вашим любимым инструментам таким как валюты нефть марки бренд VTI золото индекс DAX в течение определенного времени к примеру 10 дней 20 или 30 календарных дней вы также в этой акции можете принять участие для участия в этой акции необходимо пополнить счет и уже в зависимости от суммы пополнения вам будет подключен так скажем период без спреда то есть когда вам будет компенсирован типичный спред то есть не весь спред а именно средний спред по выбранному вами инструменту ну я напоминаю что такие инструменты как пример DAX 30 то спред по нему фиксирован большую часть времени составляет всего 0,8 пункта то есть по таким инструментам вы можете торговать фактически без спреда также ссылку я прикладываю в чат чтобы вы смогли по ней перейти более детально ознакомиться ну и все ваши вопросы вы можете задать на почту support.ru собакадмиралмаркетс.ком та почту которую я указал чуть выше и так коллеги от себя также всем желаю хорошего вечера будем вас ждать обязательно на наших следующих вебинарах следующий вебинар у нас пройдет через две недели ссылку на регистрацию я на него приложил ну и не забывайте подписываться на наш YouTube канал для того чтобы всегда быть в курсе тех видео тех обзоров тех онлайн трансляций которые у нас на этом канале появляются всем спасибо за внимание и увидимся на следующих вебинарах вебинарах Продолжение следует...